итак давайте начнем наш первый семена этого семестра посвященный только что построенному нами уравнение дирака ну точнее мы воспроизвели то построение постарались воспроизвести которые когда-то осуществил поле андриан морис дирак и теперь нам интересно понять как выглядит например собственные функции гамильтониана дирак понятно что стационарное состояние частиц дирака должны описываться решениями вот такого стационарного уравнения гамильтона но в данном случае с гамильтонианом дирака который мы вводили мы знаем что стационарная волновая функция должна иметь плосковолновую зависимость поэтому как мы и договорились мы будем считать что каждое стационарное состояние описывается квантовыми числами эпсилом лям до п сведенными нами смыслом и в результате все это можно записать в виде какого-то нормировочного множителя это просто числовой множитель ну зависящий от энергии скажем частицы на или от импульса что то же самое у и в это два двухкомпонентных обычных спинора и наша четырехмерная наша четырехмерные экспоненты как я ее назвал pr да мы конечно же понимаем что через четырехмерное обозначение вот эту штуку можно записать как минус и каш соответственно поймем x мин да где поймёк сму соответственно 4 импульс или четырех координат но здесь я пока пользуюсь трехмерными обозначениями переход к четырехмерным конечно нам тоже предстоит выполнить но это чуть более дальние пока перспектива и так вот у нас есть такого такая структура решения как мы понимаем и знаем что вот эти уровни энергии в случае нумеруются квантовыми числами эпсилон и п но естественно мы знаем какой должен быть вид но мы конструировали уравнение так чтобы связь энергии с импульсом была правильной потому что поэтому если все было выполнено правильно то мы снова получим естественно все тот же результат конечно же но и действительно да если я вспомнить как выглядит гамильтониан дирака давайте я его в явном виде распишу смотрите я буду писать его в блочной форме то есть сразу напоминаю помним это у нас c c соответственно альфа p плюс mc в квадрате бета вспоминаем как выглядит альфа альфа записываются через матрицы паули которые располагаются на побочной диагонали поэтому если я расписываю наш гамильтониан в блочной форме то есть в виде матрицы 2 на 2 где каждый элемент это снова матрица 2 на 2 то что я замечаю там где у меня стоит слагаемые mc квадрат бета вспоминая выражение для бета я пишу что здесь у меня плюсом c в квадрате на едва здесь минусом c в квадрате на едва да это единичная матрица 2 на 2 они стоят здесь в то же время все матрицы паули которые стоят они стоят вот на этих диагоналях и они сворачиваются у нас как раз с сцена оператор импульса p но поскольку мы используем плоскую волну то мы уже понимаем что эта волна есть собственная функция операторы импульса p собственным значением собственно вот этот числовой вектор p поэтому я сразу оператор p буду заменить на соответствующий числовой вектор и итак здесь у меня получается c сигма на п и здесь получается c соответственно сигма на п вот такая у меня возникает конструкция для свободного уравнения дирака здесь мы умножаем на увы понимаем что здесь уже чисто алгебраическая матрица она не содержит больше координаты времени операторов дифференцирования по этим координатам они уже все сработали вот здесь поэтому на самом деле это экспонента везде окажется общим множителем справа и слева и мы естественно сразу на нее сократим да таким образом это hd без экспонента если но давайте здесь напишу на экспонент и пока не будут и не буду даже и расписывать потому что она везде окажется такой и это естественно у меня как видно получается е на то же самую на увы опять-таки и снова на ту же самую экспоненту да вот в этот момент мы на экспоненты можем замечательно сократить и у нас получается уже чисто алгебраическая задачка без всяких дифференцирований если я ее от такой матричной формы перейду к записи уравнений систему уравнений на двухкомпонентные спиноры у и в не зависящие от r как мы видим то что мы получаем мы получаем например плюсом c в квадрате у плюс c сигма п на в равняется е на у но поскольку и справа и слева у меня фигурирует спинор у то я перенесу и все налево и у меня будет просто однородное уравнение стандартной форме записи но как не трудно заметить получится у меня при этом следующее посмотреть mc в квадрате минус е умноженное на у плюс c сигма п на в равняется нулю но и точно так же нижнее уравнение она у меня получится как нетрудно заметить c сигма п на у а вот дальше получится минус mc в квадрате плюс е поскольку оба слагаемых с в здесь окажутся со знаком минус как мы видим снова равняется нулю относительно двух двухкомпонентных спиноров у и в мы получаем систему двух естественно однородных линейных алгебраических уравнений ну конечно же у него есть условия разрешимости детерминант равен нулю легко догадаться какое уравнение будет уравнением детерминант система равен нулю в принципе мы понимаем что можно поступить и по-другому я могу например из нижнего уравнения выразить v через у да но при этом у меня оказывается что эта связь нижнего бен нижнего спинора по причинам которые мы поймем чуть позже уже на следующей неделе вот этот вот двухкомпонентный спинор в но и связанная с ним часть х который я писал где та же форма то есть нижняя часть дирков спинора форме за содержащий зависимость от t x y z да она называется обычно малой компонентой дирковского спинора а вот то что сверху две компоненты образует так называемую большую компоненту дирков спинора но сейчас я просто произнес эти термины в действительности смысл их почему она мало и большая станет ясен при изучении нерелитивистского приближения особенно когда мы будем смотреть нерелитивистское приближение для частицы дирка во внешнем электромагнитном поле но это последует уже только на следующей неделе сейчас мы видим что малая компонента однозначно выражается через большую для свободной частицы просто через вот действие вот это вот матрицы которая здесь у нас возникла ну а если я это подставлю потом в первое уравнение то естественно у меня вынесется полностью и мы получим что mc в квадрате минус е соответственно плюс c сигма п на c сигма п поделенная на mc в квадрате плюс е равняется нулю ну конечно если я избавлюсь от знаменателя умножив на mc в квадрате плюс е и вспомним это сегодня уже замечали что сигма п на сигма п это просто по квадрат естественно у меня получится то в результате в качестве условия разрешимости она собственно есть детерминат система равен нулю мы получим уравнение m в квадрате c в четвертой плюс c в квадрате p в квадрате минус е в квадрате равняется нулю ну разумеется мы обнаружим что уровни энергии системы определяются тем самым равенство собственно здесь мы воспроизвели то что закладывали в конструкции уравнения видим что все произошло успешно действительно уровни энергии определяются значениями квантовых чисел эпсилон и p и определяются именно той формы формулой которой мы стремились и так теперь у меня в этом соотношении е это е псилон п сюда для определенности и в действительности я обнаруживаю что у меня решение выражается полностью через двухкомпонентный спинор у спинор в уже не нужно находить отдельно он однозначно определяется по спинор у но мы же договорились что мы хотим чтобы это состояние было бы еще и состоянием с определенной спиральностью а это означает что я должен добавить к тому что мы уже сделали еще одно уравнение на нашу волновую функцию она должно быть лямбда действует на нашу пси эпсилон лямбда p должно выдавать лямбда нам селся эпсилон лямбда p соответствующее собственное значение где как мы помним это собственное значение должно прибегать значение плюс-минус 1 2 вот такое мы еще должны добавить сюда уравнение а сам оператор лямбда мы тоже уже знаем но смотрите что получится я напомню оператор лямбда у нас ведь при заданном импульсе есть p на вес поделенная на модуль p и в нашем стандартном представлении это получается я вот так напишу 1 2 и у меня получится тут у меня нули а вот здесь будет стоять всегда произведение сигма n но и вот здесь сигма n где видите н я тождественно обозначил по вектор на п то есть это единичный вектор в направлении импульса это единичный вектор задающий то направление на которое мы проецируем спин частицы дирака чтобы получить спиральность как раз да ну и смей что произойдет ведь здесь у меня в этом выражении стоит ясно что вот эта конструкция есть c на модуль p на тот самый 7 ну то есть фактически здесь ведь у меня стоит вот вот этот вот оператор но с точки дав до двойки здесь стоит удвоенный оператор спиральность и понятно что получает что если у меня подчинен требованию вот этому весь четырехкомпонентный дираковский биспинор это то сразу несколькими названиями обозвал для надежности чтобы прочувствовали это да весь этот спина значит получает что меня такому уравнению должны независимо удовлетворять его верхняя нижняя половинка но в верхней половинке то у меня стоит просто без просто обычный спинар у и таким образом на него действует просто вот этот спинар сигма этот матрица сигма n а в нижней половинке действует она вот на эту конструкцию но в действительности мы видим что поскольку здесь та же самая матрица то она естественно ну можно сказать что либо сама через себя проходит либо она и так и здесь и поэтому мне все равно нужно хватит того что она правильно действует на спинару то есть в действительности вот этот вот требование четырехкомпонентному спинору си приводит к существенно более простому и более того по знакомому на требованию на ну давайте пока на спинару это совершенно хорошо знакомое нам требование это то самое уравнение которое мы использовали в теории паули когда нам хотелось построить постоянный спинар описывающий спиновую часть волновой функции с определенной проекции спина на направлении n мы его в явном виде строили то есть мы прекрасно знаем что если решение этого я вот буду обозначать у полям да ну потому что он зависит от направления вектора п и от значения спиральности то мы прекрасно знаем как это записывать у меня соответственно мы вводим сферические углы вектора н задающие направления импульса нашей частицы и в этом случае у меня у п плюс одна вторая будет записываться как ну может быть записан например вот так как вот такой двухкомпонентный спирон как мы помним да через через сферические углы вектора импульса она записывается вот так но в частности если у меня импульс направлен строго вдоль z если частица дирека летит вдоль оси z то в этом случае у нас тета равняется нулю и мы естественно получаем стандартный спинор 1 0 в качестве спинора описывающее состояние с проекцией спина плюс одна вторая на ось z но в данном случае со спиральности плюс одна вторая но соответственно у п минус одна вторая мы достраиваем из условия нормировки и ортогональности да то есть мы его обычно записываем как минус синус это пополам не в степени минус и фи на косинус тета пополам этот спинор ортогонален вот этому и имеет такую же нормировку на единицу я от нормировал спинор у на единицу потому что у меня в выражении для волновой функции есть еще общий коэффициент нормировки n вот его я буду подбирать так чтобы у меня интеграл от плотности по объему всему объему всегда равнялся единиц но как мы помним поскольку у меня в действительности мы должны нормировать на дельта функцию по импульсам то есть я уже смотрите я все выставил теперь у меня опы лям до это вот конкретный спинор определенный вот этими соотношениями соответственно нижняя половинка гироковского без спинора будет образовываться вот таким образом прекрасно видно что вот этот сигма n дает просто 2 лямда то есть мы в итоге приходим к общей такой универсальной записи да смотрите меня psy эпсилон лямда п записывается как некий нормировочный множитель здесь она умножается вот на этот самый обычный спинор у пылямда который меня четко определен здесь у меня получается вот вместо сигма п я пишу модуль п умноженное на 2 лямда то есть у меня здесь получается 2 2 ну давайте так пишу 2 лямда cp поделенная на mc в квадрате плюс е епсилон п и на тот же самый у пылямда да вот это конкретное это уже даже не матрица 2 на 2 это просто коэффициент но он свой при каждом лямда и все это умножается на нашу экспоненту вспоминаем есть это не минус аж е это сам опять эпсилон pt плюс и каш пр вот я в трехмерной форме через координаты t x y z записал наш четырехкомпонентный спинор с точностью до коэффициента нормировки все остальное меня уже жестко определено ну а коэффициент нормировки мы естественным образом должны определить как интеграл от плотности равен единице и здесь у меня возникает торжественный момент для того чтобы правильно подобрать коэффициент нормировки я должен знать как выглядит та самая моя плотность вот замечательно да оказывается здесь в этом случае нам может подсказать идею что в релятивистской теории меня должен существовать четырех вектор тока которого нулевая компонентом обычно так и определяем будет роце плотность как раз умноженная на скорость света а пространстве компоненты будут компонентами плотности ток этой же самой плотности а то есть можно ввести какую-то же мил и вот давайте определим сразу же мил в четырехмерной форме следующим образом я скажу что это у меня будет пси крест на бета а нет так так чуть поторопился извините все таки также ноль я определю как пси крест опять все меня тянет на бета на бета на пси смотрите здесь я поставил два раза коэффициент бета и связано это с тем что я хочу вектор обозначить как пси крест на бета на альфа на пси то есть посмотрите после пси крест всегда идет коэффициент бета а дальше всегда идет в нулевой компоненте коэффициент бета а в векторных в компонентах вектора же всегда идет соответствующий компонент и коэффициент альфа но вот так давайте введем это соотношение и записав его мы обнаруживаем что если я захочу теперь записать уравнение непрерывности до которое будет у меня не что иное как дыро по dt в трехмерной форме плюс дивергенция же равняется 0 напоминаю что же 0 у нас в этом случае есть c на рог да ну а ж вектор это и есть компоненты плотности тока мы получаем при записи этого уравнения у меня возникает но конечно у меня возникают слагаемые с дифференцированием psi сопряжи все крест и с дифференцированием psi в этом случае но в действительности у меня получаются слагаемые которые содержат производные psi крест они превращаются в некое уравнение сопряженное к исходному уравнению дерака а те слагаемые которые содержат производные от Пси, они, естественно, превратятся в обычные уравнения Дирака. Для наглядности давайте выделим, я напишу, например, посмотрим слагаемые, содержащие Пси. В этом случае у меня Пси-крест мы не дифференцируем, оно остается как бы общим множителем. Пси-крест бета, это будет некий общий множитель. А здесь у меня возникает, в месте, где мы дифференцируем Ро, у меня возникает Ро, это единица на С на Ж0, мы, естественно, обнаруживаем единицу на С, и у меня возникает Дпси по ДТ, при нем оказывается в этом случае коэффициент бета. Как видите, у нас возникает такая конструкция. здесь у нас добавляется, дальше, где мы берем, дивергенция Ж, мы вот Ж дифференцируем по Р, Пси-крест бета я вынес, у меня возникает альфа Дпси по ДР. Вот такое выражение у меня возникает. Ну и смотрите, если я воспользуюсь выражениями для Дпси по ДТ из уравнения Дерака, да, мы помним, у нас там и Дпси по ДТ равняется, помните, там была С на оператор импульса, соответственно, у меня было минус ИН, С, альфа, Дпси по ДР. Да, вот такое выражение у меня было, и сюда добавлялось плюс МЦ в квадрате бета на Пси. Возникало такое выражение. Соответственно, мы видим, что ИН в размерной форме, что как раз вот такая вот конструкция, здесь, если перенести это слагаемое в эту сторону, мы видели, что у нас возникало здесь ИН, а там стоит у меня Дпси по ДТ плюс С альфа Дпси по ДР. А, ну это я перенес в эту сторону, да. И у меня получалось, что это равняется МЦ в квадрате. Здесь мы, конечно, должны воспользоваться свойствами матриц альфа и бета. Собственно, на самом деле, то, что я вам стараюсь продемонстрировать, вы, наверное, понимаете, я хочу продемонстрировать, что на всяком решении уравнения Дирака это уравнение будет выполняться. Действительно, фокус здесь, как видно, сводится к тому, что конструкцию, связанную с производными, мы можем выразить через саму функцию. Да, и конструкция, где у нас, наоборот, мы дифференцируем Секрест, а у нас остается не как бы общим множителем остается вот этот Пси, оставшийся с другой стороны в нашей матричной конструкции, тоже будет выражаться через просто конструкцию, связанную с самим, как здесь видно, у нас получается в результате Псикрест на Пси. Но вот тут у меня Псикрест бета на Пси через такую конструкцию у нас должно получиться. Ой, вот. Да. Давайте сделаем вот так. Я понял, что я совершил ошибку, подставив сюда оператор бета. На самом деле его там нет, то есть все выглядит вот так. Да, поэтому здесь мне в действительности бета выносить не надо. Здесь будет стоять бета в квадрате, который, конечно же, равен единице. И мы как раз обнаруживаем, что вот у нас эта конструкция. Но она, как видно, выражается, как после умножения на Псикрест. У меня возникает МС в квадрате. Мы хотим разделить вот это на ИН. То есть у меня возникает минус ИМС в квадрате на Н. И возникает просто Псикрест Пси. Да, вот у меня будет выражение. Когда мы произведем то же самое с конструкциями, где мы дифференцируем Сикрест, то мы получаем ровно такую же штуку, но в действительности сопряженную по отношению к ней. При сопряжении Эрмитовым Сикрест Пси превратится в Сикрест Пси, разумеется. А вот И, у нас же Эрмитово сопряжение содержит комплексное сопряжение, превратится в плюс И. И поэтому сумма этих слагаемых действительно образует ноль. То есть действительно, как мы видим, вот если так определить, как я после поправки написал, Ж0 и Жи, мы действительно обнаруживаем, что они подчиняются уравнению непрерывности. То есть плотность Ро, определенная этим соотношением, является сохраняющейся. Но с другой стороны, из этого же соотношения, естественно, β в квадрате у нас единица. Я тут ее на самом деле условно так выделил. Можно было бы ее, разумеется, просто оставить тут единицу. Тогда мне было бы проще вас убеждать, что это сохраняющаяся величина. Но я не зря ввел этот множитель. Придется об этом сказать немножко позже, чтобы у нас все логично выстроилось. В любом случае, мы обнаруживаем, что у меня Ро есть единица на С, Пси крест Пси. Ну а вот эта-то величина, как мы помним, для нашей четырехкомпонентной величины это, разумеется, есть Пси1 по модулю в квадрате плюс Пси2 по модулю в квадрате плюс Пси3 по модулю в квадрате плюс Пси4 по модулю в квадрате и есть сумма квадратов модулей компонент. Эта величина никогда не может быть отрицательной. То есть мы видим, что мы действительно обнаружили неотрицательно определенную сохраняющуюся плотность. То есть ту задачу, которую Дирек поставил перед собой как первую, его конструкция выполнила. Ну, сама плотность и плотность тока должны быть определены вот такими соотношениями. Ну, проще всего написать просто Пси крест Пси. Причина, по которой я стал вытаскивать здесь бета, состоит в необходимости на самом деле анализировать еще одну штуку. Ведь мы же изначально постулируем, что эта теория должна быть Лоренцин-вариантной. То есть это уравнение должно менять свои формы при переходе в другую инерциальную систему отсчета. Но у нас есть дифференциальные уравнения, содержащие dpdr и dpdt. Преобразование Лоренца это преобразование txyz, как мы помним. Разумеется, когда вы в дифференциальном уравнении преобразуете переменные, в которых оно записано, то само уравнение, вообще говоря, должно поменять вид. А мы говорим, у нас волновая функция, то есть решение уравнения должно преобразоваться таким образом, чтобы уравнение для новой волновой функции, записанное в новых переменных, имело в точности такой же вид, как и раньше, как старое уравнение для старой волновой функции в старых переменных. это и называют форму инвариантности уравнения Дирка в этом случае. Вот оно должно быть обладать таким свойством форм инвариантности. И еще один интересный вопрос, как у них возникает, собственно, здесь, как же, собственно, преобразуется сама функция psi при преобразовании Лоренца. Это отдельный такой совершенно интересный вопрос, который обязательно нам надо будет обсудить. То есть мы говорим, если у меня четырех координат xμ с помощью некого преобразования Лоренца, это общее обозначение, лямбда большое для преобразования Лоренца, переходит в некоторый x'μ, то, естественно, это должно соответствовать преобразованию вашей волновой функции psi. Пси должна перейти в какой-то psi штрих. Ну, давайте psi с волной, чтобы у нас не возникало желания считать штрих обозначением дифференцирования. Вот это будет некая преобразованная функция. Что мы знаем? Преобразование Лоренца линейное однородное. Поэтому из общих алгебраических принципов мы понимаем, что преобразование волновой функции вот этой четырехкомпонентной есть некое линейное однородное преобразование. Линейное однородное преобразование может быть записано четырёхкомпонентного объекта с помощью действия какой-то матрицы 4х4. Мы будем писать, зависящие от параметров нашего преобразования Лоренца. Есть некий такой постоянная матрица 4х4, можно её сказать как оператор в пространстве дирковских спиноров, компоненты которого зависят от параметров преобразования Лоренца, использованного вот тут. И тогда у меня происходит преобразование самой волновой функции. Ну и вот такой очень интересный вопрос, допустим, а как будет преобразовываться при этом эрмитово-сопряжённая волновая функция? То есть как у меня, естественно, крест должно перейти в какую-то там другую функцию. Но обязательно ли это Пси с волной крест? Это вопрос не такой тривиальный, потому что мы… Здесь же у меня абстрактная матрица, мы понимаем, что эрмитово-сопряжение произведения матриц, оно не как бы не есть просто, не перемножение эрмитово-сопряжённых матриц, там как минимум возникает при этом перестановка их друг с другом, а это уже несколько иная операция. Поэтому здесь есть отдельный вопрос для математического исследования. Но, конечно, исследовать преобразование дироковской волновой функции при преобразовании Лоренца удобнее в четырёхмерной форме записи. То есть если мы записываем наше уравнение Лоренца в явно, как вас учили в электродинамике, к авариантной форме, то есть где у меня будут уравнения, содержащие какие-то векторные индексы, истинные Лоренцевые векторные индексы мю, и мы будем тогда знать, как преобразовывается каждое выражение при преобразованиях Лоренца. Пока мы записали уравнение дироков в трёхмерной форме, и поэтому исследование преобразований волновой функции при преобразованиях Лоренца, или как выражаются математики, исследовать трансформационные свойства Пси по отношению к группе Лоренца несколько преждевременно. Я чуть-чуть побежал своей мысли вперёд, и поэтому на самом деле вводил здесь дополнительные коэффициенты бета, мне пришлось так длинно объяснять последствия этого своего опрометчивого шага, чтобы у вас не осталось ощущения, что это была лишняя деталь. Сейчас она для нас действительно оказалась лишней деталью, но давайте позднее вспомним, когда эта конструкция у нас вылезет, что я её не зря здесь писал. Пока же мы можем действительно обойтись без этого, то есть пока я вполне могу определить вот так. Ну а самое главное, мы знаем, что так определённые Ро с так определённым Жи действительно определяют нам неотрицательно определённую сохраняющуюся плотность. Ну а как тогда должны выглядеть условия нормировки? Мы понимаем, что в этом случае у меня интеграл от Ро по ДВ, как мы помним, должен равняться единице. Но если мы хотим вычислять решение, строить решение уравнения Дирека в произвольных инерциальных системах отчёта, мы должны помнить, что в этом интеграле ДВ не является Лоренсон вариантом из-за Лоренцевого сокращения объёма. И поэтому мы понимаем, что на самом деле мне нужно записать уравнение ну что-то примерно в таком виде интеграл по ДР от МЦ в квадрате на Е. Напоминаю, Е разделить на МЦ в квадрате это в точности тот самый Лоренцев фактор гамма. Вспоминаем релятивистскую механику. И здесь у меня возникает Пси крест эпсилон штрих лямбда штрих П штрих на Пси эпсилон лямбда П. И как мы понимаем, это всё должно быть приводить нас к дельта лямбда штрих, дельта эпсилон штрих эпсилон, дельта лямбда штрих лямбда и дельта функции от П минус П штрих. Да, вот что такое нормировка для непрерывного спектра. По дискретным индексам мы, как обычно, используем символ Кронекера, а по непрерывным индексам, коим у меня в приближении непрерывного спектра является импульс, возникает, естественно, дельта функция Дирака. Именно для записи, нормировки состояния непрерывного спектра он её в своё время и придумывал. Она так возникла в физике ещё до того, как возникла в математике. И, как видно, в реальности мы должны сделать так, чтобы вот эта штука, таким образом, чтобы сокращался этот релятивистский множитель, она должна сама по себе при преобразовании, то есть, когда мы пишем условия непосредственно вот на эту штуку, мы должны вытащить вот этот фактор Е на МС в квадрате и считать, что при совпадающих там, ну, дельта функцию можно убрать, а при совпадающих эпсилон, эпсилон равный эпсилон штрих, лямбда равняется лямбда штрих, оно должно просто выдавать вот эта конструкция Е, поделённая на МС в квадрате. То есть, в действительности, с учётом этого условия нормировки, мы получаем следующую окончательную запись. Смотрите, я это напишу так вот. Ну, во-первых, у меня возникнет фактор N, он примет вот такой вид, в этом случае необходимое значение нормировочного множителя становится вот таким. Дальше идёт уже знакомая нам конструкция, здесь стоит у эпсилон P, здесь, как мы помним, стоит 2 лямбда СП на МС в квадрате плюс Е и эпсилон P, тут тоже Е и эпсилон P стоит у нас, разумеется, на У. Всё это умножается. А, вот тут я же хотел нормировать на дельта функцию по импульсу, поэтому будет единица на 2 pH в степени 3 вторых. Этот стандартный нормировочный множитель, который возникал у нас и вне релятивистской теории, при плосковолновых функциях, он, разумеется, тут и останется. Да, вот мы получили. Ой, лямбда P, да, спасибо. Лямбда P. Этот двухкомпонентный спинор, его конструкция определяется спиральностью, но у нас мы их определили явно, они у нас явно выписаны. Вот к чему мы в итоге приходим. И эта волновая функция, она и есть стационарная волновая функция для частицы Дерак. Всё замечательно. Видите, у нас целых две проблемы, как мы понимаем, уже решились. Те две проблемы уравнения Клина Гордона Фока решились, поскольку у уравнения Дерака есть неотрицательно определенная сохраняющаяся норма, у частицы Дерака есть спин, от которого мы не можем увернуться при этом выборе матрицы Дерака. Он появляется. Это именно спин одна вторая, то есть у нас автоматически получается теория частиц, релятивистских частиц со спином одна вторая. Ну и тогда, конечно же, у нас возникает интересный вопрос. Теперь мы можем и себе позволить обсудить, поскольку мы решили задачи, кстати, задачи из списка обязательных у нас, найти явный вид стационарных волновой функций Дераковского-Гамильтеньяна. Мы его заодно, эту задачу разобрали. Так вот, у нас возникает вопрос, что же нам делать с отрицательными энергиями? Ведь здесь у меня, в этом наборе, это полный набор волновых функций в Гильбертовом пространстве, волновых функций частиц Дерака, и любой волновой пакет локализованный раскладывается по этому полному набору. Обязательные сюда входят функции с ε равняется минус единице. Здесь есть в этом наборе состояние с отрицательными энергиями, у которых знак энергии равен минус 1. То есть мы пошли по математической такой линии, мы хотим строить полную систему собственной функции, поэтому мы не можем выкинуть ε минус 1. И тогда, естественно, наш возможный оппонент, как это представлял себе Дирк, еще до того, как отправил свою работу в публикацию, он понимал, что этот вопрос ему обязательно зададут. Объясните нам физический смысл этих состояний с отрицательными энергиями. Почему у вас не происходит полной дестабилизации динамики? Почему динамика, по-вашему, должна оставаться устойчивой при наличии уровня с отрицательными энергиями? И этот вопрос, на который Дирк для себя должен быть ответить до того, как он опубликует свою работу. И поэтому пришлось сразу ответить на этот вопрос. Не знаю, вспомнил ли я при этом опыт первого курса своего, когда он придумал отрицательных рыб, но для того, чтобы решить эту проблему, Дирк придумал отрицательные частицы. А именно он предположил следующее. Он сказал, да, действительно, в соответствии с моей теорией, спектр энергии простирается от плюсом С в квадрате вверх, от минусом С в квадрате вниз. То есть это непрерывный спектр, разделён только вот этим запрещённым интервалом, шириной 2 МС в квадрате. И с нижними уровнями есть какая-то проблема. Но мы же получили частицы со спином 1,2, то есть фермионы. А он уже знал, в этот момент уже в атомной физике был сформулирован принцип запрета Паули, который говорил, что два фермиона ни за что не сядут в одно и тоже одночастичное состояние. Поэтому он сказал, частицы не будут падать на уровни с отрицательными энергиями, если все эти уровни будут уже заняты. Ему пришлось заявить, что на самом деле то, что мы привыкли называть вакуумом. Надо заменить на новое понимание вакуума, не как пустоты, как это дословно с латыни переводится, а на совершенно новую конструкцию, которая получила название вакуума Дирека. Вакуум Дирека устроен следующим образом. Все уровни с отрицательными энергиями у нас заняты, все уровни с положительными энергиями свободны. То есть мы говорим, что наши органы чувств, наши приборы настроены так, что они видят только частицы на уровнях с положительными энергиями. Частицы на уровнях с отрицательными энергиями они считают частью вакуума. Ибо вот такая конструкция есть то, что мы воспринимаем как пустоту. И действительно, теперь если я добавил в этот вакуум одну частицу, то есть частицу с положительной энергией, она никак не может свалиться сюда, поскольку действует принцип запрета. Тем самым наша динамика тут же спасена, у нас все стабильно, нет никаких неустойчивостей. Казалось бы, очень нетривиальный факт, но именно модель Дирека как раз и привела к существованию. У теорфизиков потом никто же не помнит, кто первый так сказал, но по-моему, все-таки это обычно приписывает Нильсу Бору, хотя ее повторяли потом многие его последователи. Он сказал, имея в виду теорфизику 20 века, что для того, чтобы какая-нибудь идея была справедливой, она должна быть в достаточной мере сумасшедшей. Так что здесь мы как раз и имеем дело с теорией, которая выглядит поначалу как сумасшедшее нечто. То есть мы предполагаем, что вакуум это бесконечное количество частиц, ну или по крайней мере очень большое, но сидящее на уровнях с отрицательными энергиями. У одного моего однокурсника было, вместе со мной, учившегося на физфаке еще тогда, в прошлом веке, было очень интересное увлечение, он интересовался древней индуистской литературой. И он даже занялся переводом на русский язык неких древнеиндуистских текстов. Весь текст состоял из четверостишей. Вот одно из четверостишей, которое он перевел с древнеиндуистского середины 3-го тысячелетия до нашей эры. Сам текст. В русском исполнении он выглядел и так. А пустота частиц скоплений. Я подозреваю, что все-таки он знал концепцию Дирка к тому моменту, когда переводил. Наверное, с древних языков на русский можно чуть по-разному переводить одни и те же фразы. Он предпочел перевести так. Что смущало Дирка в этой полусумасшедшей конструкции? Да, мы можем позволить себе заявить, что вакуум устроен так. Но мы не можем в этом случае запретить этой системе вести себя следующим образом. Если вы включаете взаимодействие этих частиц, скажем, с гамма-квантами, разрешаете им обмениваться энергии с гамма-кванта, то влетевший в этот вакуум гамма-квант, вот у вас есть область, занятая вакуумом, то есть то, что мы не видим ни одной частицы, если мы запустили туда гамма-квант с энергией гамма-кванта, превышающей 2 МС квадрат, то он может провзаимодействовать с одной из частиц с отрицательными энергиями и после поглощения гамма-кванта она выскочит на уровень с положительной энергией. Для нас, что произойдет, наши приборы внезапно увидят частицу, которой раньше не было. Гамма-квант исчез, а в вакууме вдруг родилась частица. Но более того, в вакууме осталась еще дырка на уровнях с отрицательными энергиями. Вспоминая там дырочную проводимость в твердых телах, мы понимаем, что на самом деле, хотя это и квазичастица, но это вполне себе локализованное образование, способное к перемещению. Если я включил внешнее электрическое поле, то соседние электроны, скажем, если это электроны, будут перепрыгивать на вакансию освободившуюся. Даже теперь можно перейти. И мы видим движение дырки. Разумеется, электроны будут прыгать против поля под действием этого самого поля. У них же отрицательный заряд. А дырка при этом будет идти по полю, то есть будет вести себя как локализованный объект, очень похожий на электрон, с такой же инертностью, то есть с такой же массой покоя, но только другим знаком электрического заряда. Только с зарядом не минус е, а плюс е. И именно Дирек назвал эту штуку позитроном. Этого слова не существовало до статьи Дирека. Таким образом, он как бы, как выразились бы теоретики 19 века, когда они говорили, что Ливерье на кончике пера открыл некоторые планеты, тут они бы сказали, Дирек на кончике пера открыл антиматерию. Не какой-то отдельный объект, а целый класс объектов в нашей Вселенной, которые, как мы теперь знаем, существуют. То есть именно с точки зрения Дирека мы скажем, что в этом случае мы увидим распад фотона, распад гамма-кванта на электрон-позитронную пару. Ну и разумеется, мы думаем, что в принципе, если у вас потом какая-то частица с положительной энергией запрыгнет в эту вакансию, высветившись, например, гамма-квантом, то мы видим процесс электрон-позитронной аннигиляции. Все эти процессы были открыты уже после. И позитрон был открыт, и мы увидели, что происходят процессы рождения пар, частиц-античастицы, потом некоторое время, как писали тогда в популярных книжках, что теоретики жили верой в существование антипротона и антинейтрона. Ну антиэлектрон-позитрон они открыли довольно быстро, антипротон антинейтронам пришлось помучиться, но потом они его тоже открыли. А сейчас мы уже можем, ну уже не сейчас, а лет, по-моему, 20 назад, мы можем найти статью, в которой физики сообщают о синтезировании определенного числа атомов антиводорода. То есть антиматерия стала чем-то реальным. Дирк ее, по сути, открыл усилием, напряжением мысли. И это действительно произвело огромное впечатление. Оказывается, что пусть ценою такого невероятного шага, но, тем не менее, Дирк решил все проблемы, которые существовали у теории Клейна-Гордона-Фокка, у Клейна-Гордона-Фокка. И у него появилась первая релятивистская квантовая теория. Я бы сказал, именно появилась первая квантовая теория поля, потому что все современные квантовые теории поля построены на этой идее, что квантовое поле воспринимается нами в измерениях как частицы-античастицы, бегающие на фоне вакуума. Если из некоторой области вы удалите все частицы-античастицы, то там останется вакуум. Но это ни в коем случае не пустота, а активная среда, которая при сообщении энергии может рождать другие пара частиц-античастицы. Или, как по меткому выражению Финнмана, в столкновении протона-антипротона может родиться новая Вселенная, если хватит энергии. Может родить из себя все, что угодно, в зависимости от того, какую энергию вы ему сообщите. Все КТП построены на этой идее. Более того, как мы увидим в квантовой теории поля, мы говорим вообще о понятии частицы в релятивистском мире. Штука немножко относительная. На самом деле говорим мы, как мы определяем наличие частиц в какой-то области пространства. Мы определяем это с помощью процедуры измерения. Конструируем прибор, который пересчитывает частицы. Но все наблюдаемые, то есть все величины, которые мы измеряем, в квантовом мире испытывают квантовые флуктуации. То есть в действительности у квантовой системы могут быть состояния без определенного значения любой наблюдаемой. У квантового поля могут быть состояния с неопределенным количеством частиц. И оно становится определенным при измерении, когда наш измерительный прибор загнал нашу квантовую релятивистскую систему в состояние с определенным числом частиц. Но это уже конкретный процесс, выполняемый конкретным прибором, и он зависит от того, как мы его построили. То есть если два разных экспериментатора сконструировали разные приборы, которые на базе разных физических свойств электронов и позитронов определяют число электронов и позитронов, запертых в некую банку с непроницаемыми стенками, то никто не должен удивляться, если вдруг один прибор при измерении выдал, что у меня тут 11 электронов и один позитрон, а другой выдал, что у меня 12 электронов и два позитронов. Это вполне возможно, это не значит, что один прибор прав, другой нет. Просто они по-разному взаимодействовали с этой системой, загоняя ее в состояние с определенным числом электронов и позитронов. А вот вакуум — это всегда состояние с нулем позитронов и нулем позитронов в данной области пространства. Это вакуум электрон-позитронного поля. И такой вакуум должен быть у каждого поля. Вообще КТП, вся КТП выросла из этой идеи Дирека о том, что вакуум есть нетривиальная среда. И если мы чуть-чуть уже полетим мыслью вперед и поговорим о том, что вообще не входит внутрь нашего курса, например, про физику элементарных частиц, где есть другие взаимодействия, например, сильные взаимодействия, там, как мы знаем, у фундаментальной частиц стандартной модели, участвующих в сильном взаимодействии, это кварки, есть специальный заряд по отношению к сильному взаимодействию, который обычно называют цветом. Это очень необычный заряд, у него шесть знаков red, yellow, blue, anti, red, anti, yellow, anti, blue, например. И ноль получается не только red, anti, red, yellow, blue вместе, к примеру. Но есть удивительное свойство, над которым экспериментаторы и теоретики некоторое время ломали голову, а сейчас уже считают, что они поняли, как это происходит, что нам еще ни разу, никому из экспериментаторов не удалось зарегистрировать локализованный цветной заряд. То есть все адроны состоят из цветных зарядов, но вытащить из адрона цветной заряд пока никому не удалось. Это свойство называется конфайментом, то бишь невылетом цвета. И сейчас физики говорят, да мы знаем, это все вакуум. Просто вот у вас есть там пемизон, у него там, скажем, два кварка там у антиу, red, антирет. Вы вцепились в них, начинаете тащить в разные стороны, чтобы оторвать один от другого. Да, взаимодействие между ними очень сильное, но оно же имеет конечную силу, поэтому, совершив достаточную работу, вы их оторвете друг от друга. Вопрос, над чем вы совершали работу, когда растаскивали? На самом деле в этой системе был кварк-антикварк и вакуум окружающий их, который реагирует на цветовые заряды. И когда вы растаскивали их, вы производили работу в том числе и над вакуумом. Вы дарили ему энергию, что он с этой энергией сделает? Он родит пару кварк-антикварк, и у вас кварк прилепится к антикварку, антикварк-кварку, и вы получили два пимизона. Да. Что значит, что у позитрона отрицательная энергия? Стоп. В концепции Дирека, в концепции дирековского вакуума мы воспринимаем позитрон как электрон, как дырку на уровне с отрицательными энергиями в вакууме электронов. Надо предупредить, что концепция вакуума дирка не единственная концепция КТП. Все концепции КТП построены на идее, что наши измерительные приборы, пересчитывающие частицы, они по-разному разделяют квантовое поле на вакуумы частицы. Именно из-за этого число частиц становится обычной наблюдаемой, которая имеет право на квантовые флуктуации, на то, чтобы иметь неопределенные значения в заданном стационарном даже состоянии скажем, того же квантового поля. Но при этом квантовая теория не теряет того своего свойства, о котором мы говорили с самого начала, что человеческая фантазия слишком бедный инструмент, чтобы все себе вообразить. Поэтому если вы подойдете к теоретику и спросите, что такое квантовое поле, он не скажет вам, что это вакуум, частицы. Он скажет, это операторно-значная функция пространственно-временных переменных, подчиненная некоторым требованиям симметрии. И только после, когда вы спросите, ну а пощупать это как-то можно, он скажет, ну пощупать это измерение. В измерениях квантовое поле вы видите, как частицы-античастицы на фоне вакуума. Но это в измерениях вы видите, значит, что оно и есть частицы-античастицы на фоне вакуума. Измерение это уже субъективный результат. получившийся от того, как мы поставили эксперимент, какой прибор мы сконструировали для этого из самого измерения. Вот про это точно нужно помнить. И вот сейчас я вам рассказал о так называемом вакуумом механизме конфаймента. То, что невылет света обусловлен именно способностью вакуума рождать при сообщении ему энергии частицы-античастицы в любом нужном сочетании. И здесь он рождает так, чтобы не позволить утащить далеко ни с чем рядом не находящийся цветовой заряд, потому что это потребует слишком большой энергии. Гораздо больше, чем рождение кучи частиц-античастиц. Поэтому раньше, чем вы их оторвете, вы получите адренизацию этих расталскиваем осколков. Когда вы их растащите, они уже будут адренизованы, то есть будут бесцветными, будут нейтральными по цвету. Существует какой-то конечный промежуток времени, который на все происходится? Или это буквально мгновенно? Ну, характерный размер области адренизации это порядка одного ферма, естественно. 10-13 степени сантиметра. Когда вы на большом адронном коллайдере столкнули протон-антипротон, образуется фейбол, кусочек кварглионной плазмы, как это теперь говорят. Она начинает интенсивно испаряться, в своей поверхности начинают испаряться цветные заряды, но пока они отлетают от этого кусочка на расстоянии порядка нескольких фермей, происходит адренизация. И уже на расстоянии с десяток фермей, от точки рождения, у вас летят не цветовые заряды, каждого цветового заряда летит адронная струя, к которой прилепились рожденные с вакуума частицы-античастицы, обеспечивающие полную нейтрализацию цвета у каждой струи. До детекторов долетают уже адронные струи, которые вы видите. Главное, что расчеты по квантовой хромодинамике корректно описывают наблюдаемые картинки. Это вообще здорово получается. Но без вакуума все это не работает. Вакуум становится... Я рассказал эту историю, хотя квантовую хромодинамику в наш курс не входит, просто чтобы мы почувствовали очень важный момент. Вакуум является действующим лицом во всех процессах. Он не является безучастной пустотой, которая просто спокойно наблюдает, как все в ней происходит. В том-то и вопрос, что он активно участвует во всех процессах, даже для свободных частиц. Но как только мы введем взаимодействие, это заиграет. Пока нет взаимодействия, получается, что есть квант, мы запустили частицу на фоне вакуума, но и летит она себе как свободная частица, не меняя энергии. Как только мы включаем взаимодействие, включаем внешнее поле, взаимодействие между парой частиц, все тут же начинает наполняться нетривиальной динамикой с участием вакуума. То есть вы никогда не изучаете взаимодействие двух электронов. С точки зрения квантовой электродинамики вы изучаете взаимодействие в системе электрон-электрон-вакуум. Реальный физический вакуум, который содержит в себе вакуум всех наших наблюдаемых полей. И материальных полей, электрон-позитронный, кварк-антикварковый, электромагнитный, и омегабазонный, и глионный и так далее. Нет, разумеется, потому что тут нет разрешенных состояний, ему некуда будет перейти. Нет, в любом случае, да, мы понимаем, что закон сохранения энергии в асимптотике должен действовать на больших временах. Мы помним про дельта Е на дельта Т, у нас больше равняется H, но как только у вас дельта Т устремляется к бесконечности, у вас дельта Е должно, может быть, сколь угодно маленьким. И мы знаем, что на больших временах, когда вы смотрите любой квантовый процесс, закон сохранения энергии с хорошей точностью работает. Всё замечательно происходит. Поэтому от него мы никуда не денемся. Естественно, мы никогда в этих переходах закон сохранения энергии не нарушим. Просто вакуум является участником всех этих переходов. Вот что у нас в этом случае получилось. Я так много внимания уделил этой качественной картинке, потому что ещё раз это то, с чего началась КТП. Именно с работы Дирека ведёт отчёт существования квантовой теории поля как самостоятельной дисциплины, как самостоятельного раздела теоретфизики. И именно идея о том, что вакуум есть нечто нетривиальное, и была рождением по сути этой новой конструкции теоретической. Хотя, повторяюсь, это одно из возможных понятийных объяснений того, как устроено квантовое поле. Мы говорили ещё и в нелитивистской квантовой теории, что все подобные образные конструкции — это некая подпорка человеческому воображению. Мы хотим себе как-то представлять этот процесс, как-то устройство вакуума на самом деле. Но вовсе не обязательно, что каждая придуманная нами квартинка является единственно возможной. Потом на базе идеи Дирека была построена уже первая настоящая КТП, когда включили взаимодействие ещё и с фотонами описание электромагнитного квантованного поля, которое мы будем изучать в этом семестре на несколько позже. Нам до этого нужно будет ещё дорасти как-то удивительно отдельно. Для этого мы более детально изучим многочастичные квантовые системы. На самом деле только тогда нам будет интереснее этим заняться. Но зато мы ещё раз потом вернёмся к идее МКТП и обсудим их на другом совершенно уровне восприятия. Пока мы замечаем, что когда было введено это квантованное поле электромагнитное и взаимодействие между фотонами и электронными позитронами возникла первая квантовая теория поля, которая описывала реальный мир, а именно квантовая электродинамика. Из-за теории Дирка и за Кэт были выданы Нобелевские премии по физике. Ричард Фейнман, один из Нобелевских лауреатов как раз за создание квантовой электродинамики, в своей Нобелевской лекции предложил другое трактование устройства квантового поля и интерпретации состояния с отрицательными энергиями. Он, по сути, вот я еще не успел стереть, предложил присмотреться внимательно вот к этой части показателя экспонента для нашего решения свободной частицы Дирка. Смотрите, сказал он, замена Е на минус Е в этом решении ровно то же самое, что замена Т на минус Т. То есть эффект от замены Е на минус Е точно такой же в структуре решений. Поэтому с точки зрения полученного решения, которое мы уже получили, можно предложить другую интерпретацию состояния с отрицательными энергиями. Просто наше восприятие и восприятие наших приборов устроено так, что мы всегда автоматически пытаемся интерпретировать объект, как движущийся вместе с нами, вместе с нашим макроскопическим прибором в выделенном направлении по времени из прошлого в будущее. А у микрочастиц нет прошлого и будущего, им без разницы куда двигаться. Поэтому мы просто говорим, когда частица переходит на состояние с отрицательной энергией, она начинает двигаться вспять во времени. А мы по-прежнему пытаемся интерпретировать ее как частица, движущаяся в нормальном направлении по времени. К чему это приводит? Рассмотрим электрон, нормальный электрон, летящий на фоне вакуума с положительной энергией. Пусть он в некоторый момент времени, вот у меня шкала времени Т, который мы назовем Т1, происходит в событии 1. Этот электрон у нас испускает гамма-квант, гамма-1 с такой большой энергией, что в результате он сваливается на уровень с отрицательной энергии. Но при этом, после того, как он это делает, он немедленно начинает двигаться вспять во времени. Вот так. А допустим, в какой-то другой момент времени Т2, но на самом деле в истории электрона потом, а с точки зрения нашего времени, до события 1 происходит событие 2. Этот электрон поглощает гамма-квант с такой энергией, что она возвращает его в область положительных энергий. И он опять едет в нормальном положении по времени. Вот такой процесс, который не требует блокировки переходов на уровне с отрицательными энергиями, но требует считать, что попав на уровень с отрицательной энергии, частица начинает двигаться вспять во времени. Что увидим мы? Что увидит наш прибор? Он видит, что в начале, до момента Т2, более раннего, были электроны гамма-квант и гамма-2. Потом гамма-2 распался на электрон-позитронную пару, в момент времени Т1 наш электрон аннигилировал с позитроном, родившийся при этом распаде, образовал фотон гамма-1. Все хорошо, все замечательно, никаких динамических проблем нет. То есть вот тоже альтернативная уже от Ричарда Фейнмана идея, как интерпретировать уровни с отрицательными энергиями. А когда в момент времени между Т1 и Т2 можем прибором зафиксировать два электрона? Да, естественно, прибор, вот здесь мы видим два электрона, один позитрон. Все хорошо. Это вполне все, такие вещи мы видим в реальном мире. Это вполне допустимый процесс с точки зрения эксперимента. Таких процессов мы видим довольно много. Получается, создавая ситуацию в настоящем одновременно категорируем его и в прошлом? Ну, здесь нам приходится тоже такую немножко безумную идею внедрить, говорить, что микрочастицы живут им без разницы, куда, они не чувствуют, что время течет в одну сторону, для них время изотропно. А мы, макроскопические существа и наши макроскопические приборы, они чувствуют стрелу времени, они различают направление течения времени. И отсюда проистекает такая вот разница в происходящем. Нам кажется, проблемой существования уровней с отрицательными энергиями, а микрочастицам это не выглядит проблемой. Они вдруг просто бегают в разных направлениях по времени. Нарисав эту картинку, Дирекс очень интересную вещь после этого сказал. Он сказал, послушайте, еще в юности, изучая физику, я очень заинтересовался вопросом, почему все электроны так сильно похожи друг на друга. вот он тоже сделал паузу после этого, подождал, пока до аудитории в основном дойдет. После чего хладнокровно закончил. Теперь я думаю, что это просто один и тот же электрон. То есть все электроны нашего мира есть многократные появления в этом моменте времени одного единственного электрона, который бегает туда-сюда. именно поэтому совершенно невозможно экспериментально отличить один электрон от другого. То, о чем мы будем говорить уже совсем скоро, о неразличимости тождественных частиц. Принципиально невозможно экспериментально различить частицы с одинаковой массой и набором зарядов, спином и набором зарядов. После этого он еще и продолжил. Он сказал, послушайте, только единственный недостаток моей концепции состоит в том, что если это так, то в нашей Вселенной число позитронов и электронов должно отличаться максимум на единичку. А в реальной, в наблюдаемой части Вселенной мы видим значительно больше электронов, чем позитронов. Ну, просто на порядке больше электронов, чем позитронов. Тогда, исходя из моей теории, вот исходя из этого предположения, мы должны признать, что во Вселенной, наверное, на каких-то ранних стадиях эволюции работал механизм сортировки материи и антиматерии. В результате материя собралась в одних местах, где почти все из материи, ну и немножко антиматерии, рождающейся в квантовых процессах. Есть другая область Вселенной, где все состоит из антиматерии, но есть немножко материи, рождающейся в квантовых процессах каких-то. А в те времена как раз были очень популярны поиски братьев по разуму. Он сказал, вот мы тут пытаемся найти другие разумные цивилизации, а вдруг они окажутся из той половины. Как это выяснить? Мы обмениваемся электромагнитными сигналами, фотоном, без разницы с зарядом какого знака взаимодействовать. Все сечения содержат квадрат заряда. И поэтому обмениваясь сигналами и рассказывая друг другу про то, как мы видим электромагнитные явления, мы ни за что не определим, являются ли наши собеседники состоящими из вещества или состоящими из антивещества. А теперь представьте, что мы решили встретиться. Это что же будет, если произойдет мгновенная аннигиляция с дилеммой огромной кучей энергии 2мс квадрат, где манигилирующие массы вещества и антивещества, это очень много. Понятно, это гигантский взрыв, даже если просто два человека одинаковой массы, один из вещества и антивещества друг к другу решили пожать руки, кончится это весьма печально в этом случае. И он сказал, поэтому я бы поостерегся встречаться с нашими братьями по разуму до тех пор, пока мы не найдем способ узнать, из чего они сделаны. прошло несколько лет, Нобелевскую премию получали Кронинг и Фич за открытие эффекта ЦП нарушения в слабом взаимодействии. Слабое взаимодействие различает частицы античастицы. И Кронин сказал, о, кстати, мы теперь знаем ответ на вопрос мистера Фейнмана. Если мы установили контакт с братьями по разуму, первое, что у них надо просить, это их данные по распадам кануль мизонов. Мы узнаем, из чего они сделаны, проанализировав эти данные. Вот такая любопытная история. И все это вокруг логики КТП построено на идее того, что квантовое поле в измерениях мы всегда видим как вакуум, на фоне которого бегают частицы античастицы. То есть действительно вся физика элементарных частиц в какой-то степени выросла из этой работы Полиандриена Бориса Дирака. Так уж получилось, что в первом семинаре у меня возникло много таких понятийных отступлений, но это связано с материалом, с которым мы работаем. Давайте в заключение постараемся рассмотреть еще одну конкретную задачу, в которой я все-таки постараюсь вести взаимодействие. Нам будет очень важно потом разобрать систему с взаимодействием. Начнем с очень простого взаимодействия. Я даже не буду конкретизировать силовое поле, действующее на частицу Дирака. Мы представим себе, что частица Дирака движется теперь не как свободное, а в потенциальном силовом поле, потенциальная энергия которого зависит только от координаты Z. Я его запишу как у 0 θ от Z, где θ от Z я такое обозначение использовал в прошлом семестре, так называемая ступенчатая функция Хевисайда, ну понятно, равную единице при Z больше нуля и нулю при Z меньше нуля. То есть это, как нетрудно догадаться, вот такая ступенька, прямоугольная ступенька высоты у 0. При этом будем считать, что по какой-то причине мы как-то запретили движение частицы по осям XY, то есть при этом у меня частица Дирака вот здесь, как бы слева от потенциального барьера в области Z меньше нуля, имеет импульс, направленный тоже вдоль оси Z. и, естественно, как мы помним, в таких случаях в неративистской задачах часто возникал вопрос о коэффициентах отражения и прохождения. Вот пусть нам, собственно, и нужно найти коэффициенты отражения и прохождения в зависимости от энергии на летающей частице. Как зависит коэффициент отражения и прохождения от энергии на летающей частицы Дирака. Но саму частицу Дирака, как мы видим в соответствии с уравнением, мы должны характеризовать некой определенной массой покоя М. Мы считаем, что она нам тоже известна. И она, конечно же, войдет каким-то образом в наши ответы. У 0, М и Е должны войти в итоге в ответ. Понятна схема решения. Мы должны разбить область определения о все наше пространство, в котором наши частицы находятся на области 1 и 2. z меньше нуля, z больше нуля. Решить уравнение Дирака в каждой половинке и, соответственно, после этого сшить на границе. Смотрите, вот у меня есть наше решение. и давайте я еще договорюсь, что у меня здесь до барьера частица находится в состоянии, совсем конкретное состояние, давайте задам. Эпсилон равняется плюс единице с положительной энергией, например, это электрон, если речь идет об электрон в позитронном поле. И спиральность равняется плюс 1 и 2. То есть спин этого электрона смотрит тоже по оси z, по импульсу в данном случае в области z меньше нуля. Вот конструкция, которая у меня там стоит, корень из е плюс mc в квадрате, поделенный на 2 mc в квадрате, для краткости поставлю назад, просто обозначу n. В действительности, как мы помним, обычно у нас соотношение амплитуд прошедший падающий отраженный волн не зависит от общего коэффициента нормировки, он всегда один и тот же, поскольку зависит от энергии, а энергия, разумеется, сохраняется в этом процессе. Поэтому я буду просто использовать его как некую константу n, она мне все равно для получения ответа не понадобится. Итак, я беру область 1, z меньше нуля. Я говорю, что в этом случае решение должно быть комбинацией падающей и прошедшей волн. Если у меня налетела частица, как мы договорились, слева, то в этом случае у меня есть Пси падающая плюс Пси прошедшая. Про Пси падающая мы все знаем. Это состояние с заданным импульсом P, направленным по оси z, с знаком энергии плюс единицы и спиральностью плюс 1,2. То есть в этом случае, как мы понимаем, у него, у меня будет ой, да, да, да. Спасибо, конечно же. Плюс прошедшая, естественно, тут у меня падающая плюс отражённая, а вот здесь, разумеется, прошедшая будет в области 2. Но Пси падающая, смотрите, это у меня состояние с заданными значениями, поэтому смотрите, у меня, как мы помним, в этом случае у эпсилон лямбда, где у меня эпсилон плюс 1 лямбда плюс 1,2 импульс направлен по оси z, это просто 1,0. Поэтому здесь у меня стоит 1,0, а внизу стоит такой же спинорчик 1,0, только умноженный на вот эту нашу константу. Помните, она там была, напоминаю, 2 лямбда соответственно Пси поделённая на Мц в квадрате плюс Е. Давайте я тренироваться, начнём уже с этого момента тренироваться, и отсюда и далее я буду считать H и С тождественно равными единиц. То есть вот здесь С я заменю на единицу, вот здесь С я заменю на единицу, и здесь у меня а лямбда равняется плюс 1,2, поэтому я вижу, что здесь у меня будет П поделённое на М плюс Е, ну и 0, то есть коэффициент имеет такой вид. Энергия сохраняется, поэтому энергетический экспонент, зависящий от времени, во всех этих функциях одна и та же. Поэтому я её даже писать не буду, но зато здесь напишу импульсную экспоненту, зависящую от Z. Да, как мы понимаем, что здесь у меня получается Е в степени и П Z, аж я тоже уже не стал писать, аж у меня тоже теперь единица. Заодно будем привыкать к такой форме записи. Вот, собственно, у меня падающая волна. А как написать все отражённые? Ну, мы точно понимаем, что в той же области, при той же энергии и той же массе Ч Z должна иметь тот же модуль импульса. И поскольку по условию она движется только по оси Z, то понятно, что в этом случае в отражённой волне у меня минус П и Z стоит такая. И при этом мы не знаем вообще говоря, какая спиральность у отражённой волны. Может быть, как плюс одна вторая, так и минус одна вторая. Поэтому мы должны записать все отражённую как суперпозицию двух волн с какими-то коэффициентами. Но я запишу так. Я выделю всё тот же коэффициент нормировки n, а тут запишу с коэффициентом а волну, у которой P равняет, то есть здесь у меня P' равняется минус P E Z, ну и, соответственно, лямбда равняется плюс или минус одна вторая. Смотрите, там, где у меня будет состояние плюс лямбда минус одна вторая, то есть против импульса. Понятно, что в этом случае, поскольку сам импульс направлен против оси Z, то лямбда минус одна вторая будет отвечать как раз проекции спина по направленному по оси Z. То есть в этом случае у меня у тоже будет один ноль будет стоять, но при этом посмотрите, здесь у меня выражение для лямбда мы должны будем поставить теперь минус одна вторая. То есть в этом случае здесь у меня вот этот коэффициент поменяет знак, то есть у меня получится минус P на M плюс E ноль и с коэффициентом B я должен взять состояние со спиральностью плюс одна вторая, значит, с проекцией спины минус одна вторая на ВСЗ, как мы помним, соответствующий двухкомпонентный спинер У, это у меня ноль один, получается ноль один. Но в этом случае я должен оставить прежнее значение лямбда плюс одна вторая, то есть здесь будет стоять плюс единица. И поэтому я получу этот ноль один умножается на коэффициент P, поделенный на M плюс E. Вот это у меня ПСИ отраженное. Ну и, наконец, ПСИ прошедшее. Все то же самое. Теперь возникает довольно хитрая ситуация. Ведь мы же видим, что у меня, так чисто формально, по крайней мере, почему я вот здесь воспользовался нашими решениями, построенными для свободной частицы. Ну так у меня же в области Z меньше нуля уравняется нулю, там действительно свободная частица. А в области Z больше нуля потенциал константа, то есть на самом деле частица тоже двигается как свободная, но она движется как свободная с энергией E минус E0. То есть, понимая это обстоятельство, мы говорим, здесь решение я должен записать как для частицы с энергией, равной E минус E0. в области 2, ну давайте вот так начнем, в области 2 мы говорим, что E штрих равняется E минус E0. Соответственно, P штрих, новый эффективный импульс, мы можем посчитать как корень E минус E0 в квадрате минус M в квадрате. Вот так у нас теперь получается. Я его выразил из того же соотношение между импульсом и энергией, которое было у свободной частицы. Там мы писали просто E в квадрате минус M в квадрате бы написали. А тут мы пишем, что у нас вот такой импульс, но движется прошедшая волна только по оси Z. То есть, на самом деле в этом случае P, ну давайте я вот тут не P, что я их напишу, а P отраженная все-таки. А вот P прошедшая чтобы мне не путаться, это именно P штрих. Оно, как видно, получается P штрих на EZ. Вот таким. Соответственно, когда я буду записывать соответствующую прошедшую волну, ну опять выделю тот же самый нормировочный множитель, та же, а, да, кстати, вот здесь у меня были еще экспоненты, здесь была еще экспонента, но E в степени минус и PZ. Экспонента была такая. Здесь, конечно же, экспонента будет плюс и P штрих Z. Но самое главное, что у меня будет опять две, вообще говоря, компоненты. Я опять не знаю, какая будет спиральность у прошедшей волны. Я должен ввести еще две константы интегрирования. Я не буду их обозначать C и D, потому что C будет путаться со скоростью света, которую мы выкинули. Поэтому я обозначу их D и E. Ну или D и F, например, да, а то E не очень хорошее обозначение для константы. Смотрите, сначала я пишу состояние с лямбда плюс одна вторая. Это опять спин по оси Z, поэтому мы опять начинаем с 1, 0, соответствующий спинор двухкомпонентный у это всегда 1, 0. А здесь мы должны умножить на такую же конструкцию, но только наверху теперь стоит P штрих, а здесь на месте E стоит разумеется E минус 0. То есть тут у меня получится P штрих соответственно на M плюс E минус 0. Ну и последняя компонента 0. А для лямбда минус одна вторая с коэффициентом F мы естественно получаем опять-таки спинор 0,1 и то же самое, но с изменением знака, потому что здесь 2 лямбда теперь будет не плюс единица, а минус единица. Поэтому 0 минус P штрих на M плюс E минус 0. Это отвечает лямбда плюс одна вторая, а это отвечает лямбда равняется минус одна вторая. Ну смотрите, я априори не знаю, что происходит со спиральностью при прохождении или отражении от этого барьера. Мы на самом деле сейчас это выясним, что происходит со спиральностью при отражении и прохождении. Когда мы получим соотношение на вот эти коэффициенты, мы узнаем, какой вклад в паду в отраженную и прошедшую волну и состояние с разными спиральностями. Но пока я сказал, я изначально не могу догадаться. Ну можно было бы догадаться, но я решил действовать прямолинейно и не догадываться заранее, а просто честно посмотреть. Ну и конечно же стоит E в степени и по штрих Z. Теперь я должен записать условия сшивки в точке 0 на границе областей. Внимание, вопрос, сколько я должен записать условия сшивки? Уравнение Dirg по уравнению первого порядка по D по DZ. Я должен записать одно условие сшивки. Волновая функция справа равняется волной функции слева. Но понятно, что это одно условие сшивки мне действительно даст 4 уравнения, поскольку волновая функция четырехкомпонентна. Итак, я говорю, Пси падающая плюс Пси отраженная при Z равняется 0, уравняется, Пси прошедшая при Z равняется 0. Ну и естественно, смотрите, как все замечательно. эти Н отовсюду сократятся, они, естественно, в ответ не войдут. Временные экспоненты, которые мы с самого начала не писали, они тоже отовсюду сократятся, потому что они везде одинаковые. Пространственные экспоненты вообще превратятся в единицы, поскольку мы их пишем в точке Z равняется 0. Кто-то их все время терял, они тоже ничего не дадут. Поэтому я просто должен аккуратно по строчкам приравнять друг к другу все, что получится. Смотрите, у Пси падающей здесь в этой первой строчке стоит единичка, у Пси отраженной в первой строчке стоит А, плюс B на 0, B нет, единичка плюс А. У Пси прошедшей в первой строчке стоит D, единица плюс А равняется D. Во второй строчке Пси падающей стоит 0, Пси отраженной стоит B. Ну а как видим, Пси прошедшей во второй строчке стоит F. В третьей строчке у пси падающая стоит P на M плюс E умноженное P на M плюс E, а здесь стоит оно же, но умноженное на минуса, на единицы минуса. А у прошедшей в третьей строчке стоит, как мы видим, вот отсюда D умноженное на P штрих поделенное на M плюс E минус 0. Ну и наконец последнее уравнение, четвертая строчка. У падающей стоял 0, у отраженной в четвертой строчке стояла вот это B умноженное на P на M плюс E, а у прошедшей там стоял F и он стоял в виде минус P штрих на M плюс E минус 0 на F. Вот такая замечательная система уравнений у меня получилась. И очень удобная. Но на самом деле мы видим, что это не система из четырех уравнений для четырех неизвестных, а две системы из двух уравнений для двух неизвестных, потому что вот у меня F и B содержатся только в двух уравнениях. И более того, посмотрев на эти уравнения, мы скажем, что если с первого B равняется F, подставим сюда, мы скажем, оно никогда не может быть выполнено, кроме случая, когда F равняется, B равняется нулю. Ну понятно, тут я получаю однородное уравнение систему с ненулевым детерминантом. Поэтому я понимаю, что единственное решение для B и F это то, что они нули. И вот я узнал, что происходит со спиральностью. Я говорю, что в отраженной волне на самом деле не будет спиральности минус 1,2, а в прошедшей волне на самом деле не будет спиральности минус 1,2. То есть при отражении спиральность обязательно меняет знак, а значит вместе с изменением направления импульса меняется в ней направление спина, спин переворачивается. А при прохождении спин не переворачивается и спиральность сохраняется. То есть мы сразу выяснили, что это будет. Но я получаю оставшуюся систему двух уравнений для A и D и они, естественно, отсюда находятся. Как видно, вот четвертое уравнение, вот это, третье уравнение, я могу переписать, смотрите, каким образом. 1 минус A равняется Капу умноженное на D. Ну, потому что я просто перетащил сюда вот эту дробь и видно, что символом Капы я обозначил следующую функцию энергии. Знаете, что это такое? Это П штрих на М плюс Е поделенное на П на М плюс Е минус 0. Вот такую штуку. Это у меня и есть Капа. Ну и разумеется, вот эту систему уравнений решить проще простого, скажем, просто их почленно просуммировать, получить, что 2 равняется единица плюс Капа на D. То есть я понимаю, что D у меня равняется 2 поделенное на единица плюс Капа, ну а соответственно, А, как видно, у меня А равняется D минус 1, как видно, это единица минус Капа, поделенная на единица плюс Капа. Вот они явно у меня получены. И, соответственно, коэффициент отражения, например, я уже могу найти. Ну потому что у меня же, как мы помним, в области отраженной волны у нее такой же импульс, как и упадающий. Поэтому у них отношение плотности потока вероятности это просто отношение квадратов модуля амплитуд. То есть, по сути, квадрат отношения модуля отношений ДК по модулю в квадрате. И, как видно, ой, не прошу прощения, ой-ей, D просто по модулю в квадрате, а это у меня как раз, нет, D у меня амплитуда прошедшей волны, да, А, а это как раз амплитуда отраженной волны, если мы падающую приняли за единицу. По сути, да, прошу, вот это у меня, как видно, это просто вот такая конструкция единица минус капа на единица плюс капа по модулю в квадрате. Ну, а поскольку у меня уравнение прерывности работает, то T не надо искать через отношения через квадрат модуля амплитуд, потому что там нужно писать еще отношения потоков, поэтому T проще понайти как единица минус R. Его не надо искать отдельно. Ну, и все вроде мы решили за одним только исключением. Если мы захотим посмотреть, как меняется это самое R и T при изменении энергии на летающей частице, то мы обнаружим простую и понятную вроде бы поначалу вещь. Если у меня энергия на летающей частице ниже, чем ну, чем у 0 плюс M, это означает, что наша частица не может двигаться за барьером, что там она просто двигаться не может, потому что минимальная энергия, как мы помним, там же энергия Е минус у 0, а минимальная энергия положительно разрешенная энергия для кванта с положительной энергии это M. Если это так, то как мы смотрим вот сюда, что у меня получается? Я напоминаю, у меня P'P это корень из Е минус у 0 в квадрате минус M в квадрате, поделенный опять же на корень Е в квадрате минус M в квадрате. Е, конечно, всегда же больше M, просто по условию задачи, так как у нас падающая волна, это волна с положительной энергией, E, движущаяся в этой области, поэтому E точно больше M. Знаменатель, здесь с ним все в порядке. А вот здесь, если у нас Е меньше, чем у 0 плюс M, то вот эта вот штука, как видно, меньше M, и здесь у меня стоит отрицательное число, то есть капа является чисто мнимым числом. Поэтому понятно, модуль единица минус капа, но если я пишу, что капа это И на какое-то там Q, то модуль единица минус и Q и модуль единица плюс и Q это одно и то же. Поэтому коэффициент отражения, естественно, в этой области равен единице, то T равняется нулю. Все замечательно, это вполне разумно. Если частица не может двигаться за барьером, она полностью отразится. Если я шагну чуть-чуть вверх по энергии, скажу, что у меня, пусть энергия у меня стала уже больше, чем у 0 плюс M в этом случае. Как видно, вот эта конструкция теперь становится опять вещественной. е у меня больше, чем у 0 плюс M, но... пусть при этом у нас у 0 само все-таки меньше, чем 2M. Вот такую мы берем конструкцию. Это немедленно будет означать, что здесь у меня вот эта разность е минус у 0 оказывается больше, чем M. Все хорошо. И в этом выражении, здесь посмотрите, у нас получается капа у нас оказывается вещественным положительным числом. Как мы видим из этого соотношения, здесь у меня везде положительные вещественные числа, здесь у меня везде положительные вещественные числа. И в этом случае мы видим, что у меня, конечно же, R, ну вот здесь стоит число меньше, чем вот это очевидно, так как капа вещественное положительное число. Я вижу, что R у меня становится больше нуля в этом случае, но меньше единицы. Ну и, соответственно, T равняется каждый раз единице минус R. Но представим себе, что я на пути частицы поставил очень высокий барьер. если у меня U0 станет больше, чем 2M, а при этом энергия частицы е меньше, чем U0 минус M. Да, ведь при этом случае е вполне может иметь допустимое значение больше, чем M. Но оно оказалось меньше, чем U0 минус M. Это допустимо, если само U0 больше, чем 2M, чем удвоенная энергия покоя нашей частицы. Вот очень оригинальный вариант возникает, потому что в этом случае вот эта конструкция тоже вещественна. По-прежнему E минус U0 у меня оказывается в квадрате будет больше, чем M в квадрате. Да? Но вот в этом выражении, как мы видим, тоже вещественном, теперь у меня знаменатель становится отрицательным. В таком случае, да, как нетрудно заметить. Таким образом, K остается вещественным, но отрицательным числом. И вот в этом выражении числитель больше знаменателя. Что это означает? Что в этой области у меня R больше 1. Но, соответственно, T меньше 0, поскольку T равняется 1 минус R. Это явление называется парадоксом Клейна. Статья Клейна была опубликована почти сразу, меньше, чем через год после выхода статьи Дирека. Соответственно, ой, смотрите, какая интересная штука. У частиц Дирека если они рассеиваются на очень таком высоком барьере, может случиться такая странная штука, что отраженный поток больше падающего. Ну, что совсем непонятно, за барьером течет поток в другую сторону. Поток частиц в другую сторону. Как это интерпретировать? На самом деле фокус просто в том, что мы пытаемся в терминах прежнего нашего представления о вакууме, о частицах, интерпретировать результат, который справедлив в новой теории, построенной на новом представлении. На самом деле мы должны подумать и сказать, постойте-ка, отрицательный поток частиц, это же положительный поток античастиц в нашей модели. То есть на самом деле за барьером есть поток античастиц. Значит, просто при таком барьере вы создаёте такую концентрацию энергии, что при взаимодействии падающих частиц с этим барьером происходит рождение пар частиц античастицы. Поскольку частицы не могут существовать за барьером при таком высоком барьере, они отражаются вместе с падающими частицами. Рождённые частицы отразились вместе с падающими частицами, поэтому отражённый поток больше падающего, всё нормально, больше единицы. Так и должно быть. А за барьером, барьер для частицы, для античастицы, у которой все заряды противоположны, это яма, поэтому античастицы они все улетают туда, в область Z больше нуля и летят себе на плюс бесконечности. Мы это воспринимаем как отрицательный поток плотности для частиц. Так может и модель Клейна Фока Гордон не была такой уж плохой, просто она спины не учитывала. Да, я не знала, что делать с отрицательными энергиями, а на самом деле отрицательные это вероятности мы теперь понимаем, как интерпретировать. Это просто плотности вероятности и, соответственно, плотности потока для античастиц. И действительно, уравнение Клейна Фока Гордона теперь вполне себе используется в квантовых теориях поля для описания частиц со спином 0. Но правда, там с вакуумом более хитрая ситуация, обсуждение которой нам пока придётся отложить. Но в любом случае мы видим, как всё необычно получается в новом мире Дирака, и мы ещё не закончили своё знакомство с ним, поскольку, во-первых, я там вам пару моментов обещал рассказать тех, которые сейчас волевым образом перешагну, ну и в конце концов нам надо аккуратно включить взаимодействие с внешними полями, хотя бы с каким-нибудь знакомым нам полем, например, с электромагнитным полем. Но это уже на следующей неделе. Ну а на сегодня у нас всё.